А в селе Сумки Черкасской области до сих пор не оправились от того, что натворил ливень еще неделю назад. Вода начала отступать лишь сейчас, урожай уже сгнил, а от единственной дороги остались только ямы. Наши корреспонденты продолжат. О, смотрите, насколько оно есть. 10, 20, где-то так оно. Грязи на огородах жителей Сумок сейчас больше, чем овощей. Несколько дней назад в селе прошел сильный ливень. Во дворах и на грядках до сих пор стоит вода. Вся картошка в крови стоит в воде. Цибули нет. Цибули мы уже выбрали. Фасоль погибла. Люцерка тоже там посеяна. Полностью была стена воды и все. Таких потоков местные жители еще не видели. Вода уносила камни с дороги, домашнюю птицу и ульи. Слышишь, оно видно, покуда вода была? Это в улице воды сколько будет. И гнильцем болезнь, влага есть, пока оно теперь выйдет. А вот эти полутораметровые ямы, из которых торчат камни и корни деревьев, все, что осталось от местной дороги. Единственная, которая вела из села к магазинам, больнице и трассе. Несколько дней люди могли разве что вплавь выбраться из Сумок. Четыре дня сидели без хлеба. Сейчас немного подсохло. Я как раз из работы ехала, только ступну. Воды полную. Велосипед за носом в другую сторону. С горы шла вода, погреб размело. За хату и вот такой слой у меня в земле лежит. Местный бюджет, а это всего около двух миллионов гривен. Ремонт дороги не потянет, говорит сельский голова. Будут просить помощи у района. Сами готовы найти технику. Если асфальт стелили, то сумма там у 600 тысяч выходила. За квадратный метр 400. Тут, наверное, уже больше кошек. Потому что есть и на метр, и на полтора глубины этих ям. Подобное уже случалось и в соседних селах. Из-за особенности рельефа под угрозой подтопления около 10 населенных пунктов, говорят чиновники. Предотвратить можно, если сделать дренажные каналы и насыпи на полях. Те поля, которые подходят до населенных пунктов, до хатов, чтобы сделали водоводвижные каналы, насыпи. У нас, как всегда, пока не клюнет, до тех пор люди очень вяло реагируют на все. Найти деньги и технику на ремонт дороги районные чиновники обещают в течение нескольких дней. Данил Снисор, Владимир Коваленко, Михаил Горовой. Подробности. Телеканал Интер. Черкасская область.